Поезд Мы многое можем, нам только бы расправить крылья, нам отодрожать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как нет пригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость. Давай разворотим этот ебаный мир, в котором на деньги играют людьми. Ты вместе с твоими друзьями пойдешь до конца. Наши, ты слышишь, туча твули солнца. Девчонки, дайте, пожалуйста, пролезь. Поезд проследует до конечной остановки, а ты будешь безбилетником метаться в лабиринтах этих серых пятиэтажек, без всякой надежды отсюда выбраться. Пальцы, сбитые в кровь и порванные на ледяном ветру струны, через терцы и к звездам придут далеко не все. Среди тех людей, с которыми я вот реально общался, дружил, там люди бухают, торчат, и половина лежали в дурдоме, пробовали все виды наркотиков. Кеды могли и не оставить следов на снегу. Выстоишь, не сломаешься, ты герой. А если не получилось, тебя нет и никогда не было. В таких городах, как Дубна, где родился и вырос Володя Котлеров, очень просто себя потерять и совсем нелегко найти. Это постоянные тусовки, пьянки. И вот в какой-то момент я в 24 года осознал, что я проебал уже, наверное, лет 7 в своей молодости. Абсолютно ничего не добился, ничего не достиг. Всегда мечтал заниматься музыкой, и в итоге я ей не занимаюсь. В этом дворе собирались все лирики из города физиков и приводили в движение тела под действием алкогольной силы тяжести. А вон в том подъезде жил Леха Сиятелев, культовый в Дубне человек, вокруг которого и сформировалась вся андеграундная тусовка города. А известно ли вам, что и в Дубне есть ребята, называющие себя панками? В середине 90-х Леха был настолько популярен, что местное телевидение снимало о его группе сюжеты. Только если вот нас видят на улице, у них вот первое желание, вот человек, да, там берут вверх эмоции, а не разум. Но какие эмоции? Это взять, нам набить морду. И все. Да перестаньте прямо морду. Это все выражается просто в том, что они думают, почему мы не такие, как они. Неужели я такой старый? Ё-моё! Это все тот же Леха. На интервью он приходит с двумя запасами. Веселых историй из 90-х он неиссякаемый и коньяка. Но этот запас быстро истощим. Если водка мешает рабочие, брось работу. Сейчас Леха работает курьером и время от времени снимается в массовках. А когда-то все дубнинские панки, и Володя Котлеров не исключение, мечтали быть похожими на него. Там все раньше репетировали в таком стиле. Вот такие все. Какая песня, песня какая. Ну вот в таком вот стиле. С Вовой мы нажрались так, что вообще мы ползали по лесу вообще вот так вдвоем. После того, как музыканты порнофильмов стали стрейтейджерами, Леха перестал их считать своими последователями. Встретились с другими, я говорю, Вован, ну там, чего у тебя там за продюсер-то? На что он мне говорит, а никакого продюсера у нас нет. Мы сами. Ну там ездить начнем, мы сами там все такое. Ну вот сам подумай, да? У тебя 20 городов, в них столько вложили бабла. Мы просто взяли и вложили бабла. Очень много. Может быть, у нас еще будут последователи? Я не исключаю этого момента. Я хочу выпить именно за Страну идиотов. В группе Страна идиотов сменилось больше 30 музыкантов. Потери, как военное время. Мы тут не пьем. Только война эта велась, внутри них самих. Леха остался один, но верен себе. Вся рота полегла, а он ушел партизанить. Дает квартирники. А мы по жизни не любим работать, наши души сушили года. Я и ты же с тобой раздал пае, остальное хуйня, господа. Я и ты же с тобой раздал пае, остальное хуйня, господа. Однокомнатная квартира с отклеивающимися обоями досталась от бабушки. Несколько гитар, велосипед и постная еда на обед. Если из панка изъять дионисийство и перестать подражать Лехе, получится приблизительно вот так. Ну, можно было бы, например, известного философа Диогена назвать панком. Да, может быть. Потому что он в полной такой аскезе жил. Ну, что правильнее назвать панком? Человек, который вышел из этого социума и деградировал? Или того, кто пытается развиваться? И в том числе даже выходит за рамки субкультур. Так, ну, собственно, комната, в которой я занимаюсь творчеством. Здесь я записываю вокал. Пока не было вот этого экрана, я залазил в шкаф головой. Мы ставили там микрофон. На створке шкафа мы вешали покрывало, одеяло. Получалась такая маленькая камера, куда я засовывал голову и пел. Потом я подумал, что шкаф — это полный пиздец уже совсем. Надо как-то стремиться к прекрасному. Диайвай. Сами записывают, сами сводят и распространяют по соцсетям. Идти на компромиссы ради того, чтобы попасть в ротацию? Зачем? Их способ доставки музыки исключает посредников. Прошлым летом порнофильмы по идейным соображениям отказались выступать на одном фестивале, куда привозят танки и бронетехнику. Они до недавнего времени думали, что свою пропаганду тупую через телевидение постоянно прогоняют, и что это работает реально, что молодежь это смотрит, что молодежь этому верит. А оказалось, что телевизор смотрят только пенсионеры, молодежь сидит в Ютубе, и они давно уже угорают над всем этим. Последний альбом обошелся порнофильмом в 14 тысяч рублей. Остальные собраны с помощью краундфандинга деньги, а это почти миллион рублей. Они перевели в фонд борьбы с лейкемией. Пока я не опустился на самое дно, я не смог вот это почувствовать, как цена твоя жизнь, как нужно дорожить ею, какие вещи нужно реально ценить в жизни. Это семья, которая никогда тебя не предаст. Такие вот простые вещи, которые, в принципе, вроде бы всем очевидны, но ты их не чувствуешь так остро, пока не доходишь до какой-то черты. Короче, я выезжал на 10 дней, я выяснил. В смысле на 10? Ну, через 10 дней приеду. Ты на сколько думала? Не знаю, на месяц. Мне становится впечатление, что это довольно увлекающийся человек, который, знаешь, головой как бы уходит во все. То есть, если он пьет, значит, он пьет до последнего. Да, да, если он не пьет, значит, он не пьет до последнего. Если он что-то делает, то ему невозможно просто. Его там чем-то попроще, он чем-то занят, он как бы не может переключиться. У него плохо работают эти функции. Я просто пробухался только летом, примерно лет 7, и законсервировался вот в этом состоянии, когда я был подростком. И вот этот максимализм как будто бы с тех пор. Я его не пережил в нужный момент, и он остался со мной. Может, я человека отпустил? Отхожу от него. А может быть, я просто человек такой. Пускай меня. Знаю дела твои. Ты не холоден и не горяч. Последнее обвинение, которое могут бросить панку. В саморазрушении или в самосохранении. Панк не теплохладен, а значит неравнодушен. Портофильм! 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 Давай, Костя, даже лучше идти в акту. Более 40 городов России и бывшего СНГ. И везде залы битком. Публика в основном студенты и школьники. Но без привычных панковских оперений. Все время спрашиваю, говорю, вот, а у вас есть вообще люди, которые, ну, школьного возраста среди публики? И он говорит, самое поразительное, что большинство из них, если потом посмотреть в контактах эти их плейлисты, порнофильмы – единственная рок-группа, которую они слушают. Это о чем говорит? Что, во-первых, да, как мы уже с тобой сказали, все смешалось, больше нет субкультур, больше нет четких приверженцев субкультур, только в андеграунде. Если ты несешь месседж, близкий, понятный и цеплющий, то молодежи до определенной степени, неважно, в какую музыкальную форму этот мерчис облечу. После Минска едем во Львов. Техника загружена, артисты в сборе. Поехали. Козя, давай командуй. Поехали. Все, едем. Бля, ребята, мы только отъехали, у вас уже началось. Как это? Быстрее пока не началось. Да, 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 быстрее, быстрее, пока не началось. Комары носу не подошли. Может быть, остросоциальные тексты с критикой властей, а может быть, их регулярные поездки на Украину. Никто не знает, почему возник этот интерес. Но в какой-то момент частыми посетителями их концертов стал Центр по борьбе с экстремизмом. У нас в Волгограде был изменен концерт год назад, или что ж, полтора года назад. В Белгороде была такая же история. Во Владимире была история. Вызывали в местную прокуратуру. А из новых песен у них возникла претензия к песне русских «Христос идет». Они тоже посчитали ее экстремистской. Хотели прийти посмотреть, поснимать. Не толкаем ли мы никаких речей и лозунгов между песнями про Украину. Вот, с каждым влага. Влага, соловьи, взорвется русская весна, мы все в крови, нам оправдание война. Русский Христос – это такой собирательный образ российского добровольца. Вчера он скучал, охраняя гипермаркет, а сегодня одержимый мессианской идеей сеет вокруг себя разрушение и смерть. Как говорил Егор Летов, Россия – это беспощадный полигон, где можно только воевать и болеть. Некрореализм, сводный брат русского панка, был вдохновлен эстетикой смерти и разложения. Черно-белые короткометражки, снятые на 8-миллиметровую камеру, это первые акции прямого действия, за которые в басманной России будущего будут давать двушечку. За камерой Евгений Юфит, актеры массовых сцен, Андрей Панов, Виктор Цой и вся ленинградская панк-тусовка. Они имитировали драки и самоубийства для того, чтобы спровоцировать обывателя, выдавить его из зоны комфорта. Так дети, проказничая, тычут палкой в брюхо полумертвой собаки. Совершали какие-то неожиданные события, не вписывающиеся в логику повседневности, в логику, так сказать, нормальной последовательности действий обычного советского человека. И это вызывало шок, недоумение, и это все фиксировалось на кинопленку. Поскольку ни буржуазии, ни общества употребления в Советском Союзе не было, протест первых панков был обращен против двоемыслия. Позднее этому явлению дадут термин гипернормализация. Это когда все понимают, что официальный дискурс мертв, но продолжают быть его частью и разыгрывать отведенные социальные роли. Поздний СССР напоминал труп, из которого достали все внутренности, все содержание, оставив лишь оболочку, чучело Ленина. И некрореалисты, как патолога-анатомы, вспарывали мумию, чтобы доказать, дедушка пуст, он разложился на липовый мед. Приходит свинья и говорит, поехали бить лопатами снег. Но никто не задавался вопросами, это же круто, и бить лопатами... Почему? А почему он лежит в лесу, говорил Юфа? Мы сразу брали лопаты, ехали бить лопатами снег. Это было весело, когда мимо проезжала электричка и вдруг видела, как какие-то люди в непонятном месте в лесу, то есть надо было пройти, бьют лопатами снег. Это была игра. Игорь Гудков, разбуди его хоть среди ночи, пройдется здесь закрытыми глазами. От остановки направо в прудмак закрепленном, а оттуда, позвякивая авоськой, прямиком к свинье. Вот здесь был подростковый клуб со спортивным залом, в котором можно было прийти поиграть. Но обычно он был занят как раз гопниками, с которыми мы не пересекались. И именно поэтому поход к свинье домой нужно было проскочить, потому что они здесь тусовали. Аллилуйя, хвалят! Лия Петровна, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Вот это его комната. Я тут ничего не трогала, а тут вот на этой стороне у меня... Вот он, собачка. Смотрите, какая хорошая фотография. Тут лежал диван. Дальше стоял забор. С улицы он приносил эти заборы, которые ограждают люки. А дальше все было... Судья играл и спал. Русский панк возник из хаоса и пребывал в нем долго. У нас был такой с ним порядок, что, значит, его друзья, это их комната, там они играют, и кухня это, где они кушают, пьют вино и все. А я, когда прихожу с работы, они, значит, не входят ни в гостиную, ни в мою спальню. Я не мешала ему здесь пить и играть. Он не мешал мне телевизор смотреть и отдыхать. Он, правда, всегда мне говорил, мама, брось курить, может, ему хотелось... А я говорю, брось, ир пить, брось курить. Ты готов? Да. Поехали. Родственники уже не раз предлагали Лии Петровне съехать с этой квартиры, но она даже слышать не хочет. Как только я отсюда уеду, я сразу умру. Это точно. А это вот его талисман, это он носил. Это его украшение, он никогда его не снимал нигде. Якорь и какой-то замочек. Согласно апокрифу, учение в Северной Пальмире распространилось так. Панов выменял у какого-то моряка, его имя история не сохранила, пластинку Sex Pistols. И в тот же день у него в квартире состоялась тайная вечеря. Разумеется, тайная от КГБ. И с тех пор Панов не расставался с якорем. А обязательным атрибутом Ленинградского банка стала сильняшка. Шел 1979 год. Ну вызывали в большой дом и меня вызывали. Приехал бы он как бы антисоветчик. Приехал бы его отец оставил, чтобы тут спаивать молодежь. А они все смеялись, когда их спаивали. Говорят, у него никогда больше рубля нет. Как он нас может спаивать? Интеллигент в третьем поколении. Из балетной семьи. Лия и Валерий Пановы – звезды Мариинки. Тогда еще Кировского театра. Семья распалась, когда Андрею исполнилось 12. А в 1974 году Валерий Панов навсегда покинул Россию. И больше никогда сына не видел. Учитель немецкого языка. Вот у Андрея отец предатель. Сказал на уроке. Ну естественно, какое к нему было отношение. Он предал родину, но он уехал. Валерий Панов высылал деньги, писал письма, звонил. Но отношений с сыном было уже не спасти. Он прислал Андрею там сколько-то долларов, я не помню, и банку черной икры. И когда я ему это все выложила, он взял и выкинул в окно. И то, и то. Ну икра, конечно, разбилась, а деньги я побежала, подобрала. Он говорит, а я отца не бросал. Вот если он хочет меня видеть, пускай сам сюда и приезжает. Я к нему не поеду. Это грецко сказал. Я поняла тогда, что переживал он в то время. Просто, может быть, был он родным, конечно, тем, что предатель и вообще. Воспитанный в закулисе, вскормленный в гримёрках, вопроса, куда поступать, перед ними стояло. Конечно, в театральное. На вступительных экзаменах он читал Франсуа Виона, чья карнавальная поэтика ему была очень близка. Буяном, пьяницам, ворам, разносчикам манцеватам, шутам, весёлым акробатам, которых трудно превзойти в прыжках, вхождение по канатам, кричу последнее, прости. Гайер, бродячий артист, пьяница, плут. В своём творчестве Панов был верным раблезианцем и носителем народно-смеховой культуры. Было в нём что-то от площадного артиста, что ходит босиком побитым стёклом, выпитых им же самим бутылок. Проучившись год, Панов бросил училище. Первый в истории, кто сделал это добровольно. Ему не хотелось играть в чужом театре, он хотел иметь свой. Играть надо в жизни, а не на сцене. Сейчас я только переоблачусь. Да он всегда до гола раздевается и дома, и на концертах. Про дело в трюк Всегда не знаешь, Когда он поюк Даже когда его сняли на телевидении, на центральном, он специально напился, и такая была безобразная передача. Есть съёмка эта, сохранилась. Я говорю, Андрей, зачем ты это сделал? Он сказал, потому что они хотели из меня сделать такого гладенького, чистенького, такого приличного. А я, говорят, у меня свой стиль. В 90-е о Панове ходили самые невероятные легенды. И большая часть газетных статей о нём – это их пересказ. Но вы тут трезвые? Это был 22 года назад. 23 года, ну, не вспомню, я жалю. Такого рода персонажи, как Андрей Панов, обрастали слухами мифологии. Ну и, конечно, в каждом городе обязательно был человек, как минимум один, которым при этом присутствовал, лично всё видел своими глазами. Как на Красной площади Андрей Панов захотел, значит, в туалет, присел прямо на брусчатку, всё сделал, а когда к нему подошёл милиционер постовой, там, охранявший мавзолея имени Ленина, и сказал, что это такое, он сказал, да, это кабачковая икра, а если это кабачковая икра съешь, он взял и съел. Вот. Ты бы плёнку бы не тратил, папа. Это Ашдот, Израиль. Выступление выпускников балетной школы имени Валерия Панова. А под занавес появляется сам мэтр, чтобы ответить на вопросы родителей учеников. Более сорока лет он ведёт умозрительный диалог с публикой, рассуждая о русском авангарде, эмиграции, барышниках, венурееве. И, наверное, это правильно. Так и должен делать большой артист, тонко чувствующий свою аудиторию. О чём мемуары? Это определяют поклонники, а не личные переживания мемуариста. Я чувствовал в Грузине совесть огромное. Мне стыдно, что он имел такого отца. Когда я уезжал, маленький был, он прижимался ко мне, так подплакивал, что мама сказала, что папа уезжает. Это было очень трогательно, нежно, но он был маленький. Роль, благодаря которой Панов старший прославился на весь мир. Шут с печальным лицом и несуразной пластикой, трогательный и влюблённый, отринутый и всеми гонимый. В финале он смертью попирает смерть. Это балет Петрушка на музыку Стравинского. Мне кажется, что он выбрал для себя некий образ, который может быть сроднее вашему Петрушке. Что такое Петрушка? Петрушка – это орлекин. И орлекин оскорблённый, обиженный. Вот отсюда идут эти протесты. Поэтому герои, такие как Петрушка и орлекин, они всегда милы, очаровательны. У них всегда отнимают самое главное – любовь и чувства. Это всё из одного корня называется. Конечно. Он оскорблён был во всём. И со мной, по-видимому. В компании друзей Панов-младший в шутку называл себя Шульманом. Настоящая фамилия его отца. Это была защитная реакция, трагическое самосознание, ощущение инаковости и изгойства, имманентные черты панков и евреев. А теперь представьте, всё это соединилось в одном человеке. Я даже не знал, он похож больше на меня, чем какой-либо другой ребёнок. Природа, природа. Творит чудеса. Какой-то был у него период, как мне рассказывала его мать, он даже захотел стать Шульманом-евреем. Сегодня вы увидите в составе этой группы Андрея Шульмана вокал. Выступление на сцене Ленинградского рок-клуба. Это 87-й год, последние дни Помпеи. Ольга Слободская тогда работала секретарём клуба. А вот здесь, с этой стороны, я обычно садилась на ступеньки и работала, как сейчас бы сказали, секьюрити. Все они были довольно весёлые ребята, приходили, как правило, на концерт сильно нетрезвые. Они могли вылезти сюда с бутылкой того же портвейна прямо во время концерта. Ну, вот такой полный, настоящий панковский отвяз. Потому что они не думали о том, как они звучат, как они выглядят. Их это вообще не интересовало. Сейчас это здание по улице Рубинштейна переосветили и отдали детскому музыкальному театру. Ну, вот они так жили, да, понимаешь, что саморазрушается. А сейчас, ну, кто, кто, какой панк саморазрушается? Ну-ка, покажите мне. Значит, нет этого нерва, нет этой боли. А сейчас что? А что сейчас? Какая боль-то? Я не знаю, я не чувствую. В основе всего игра. Мальчики из хороших семей, отцы художники, доктора наук, обкомовские работники назвали себя панками и принялись старательным подражать. Однозначно совершенно вот интеллигентская тусовка. Я иногда пытаюсь себе представить, кем бы они могли стать, если бы этого ничего не было. У нас была идея с рикошетом, когда он меня еще знакомил с Андрюхой. Андрей же уже тогда хотел стать актером, а он еще не поступал никуда. А рикошет мы с ним учили в школе, и он хотел стать режиссером. А меня, поскольку я из семьи художников, естественно, ну я такой, типа, давайте я буду там сценографией заниматься, там декорации делать, вообще это круто. Мы с ним еще там мечтали о каком-то вангардном театре. Федя Лавров, бегемот, был одним из самых молодых в той тусовке. К панку его приобщил рикошет. Они учились в одной школе. А дальше знакомство с Пановым и Алексом Оголтелым, с которым они вместе создали две группы – Народное ополчение и отдел самоискоренения. Песня о том, как лидеры двух сверхдержав сношают беззащитную Европу. Чудом сохранившаяся пленка 83-го года. Чудом, потому что вскоре Федя и Алекс оказались на допросе в Большом доме, а все записи отдела самоискоренения подлежали конфискации. В 2013 году, спустя 30 лет, Федя провел ремастеринг и почистил пленки, выпустив для американских слушателей антологию ленинградского панка в трех частях. Старая лента, осыпавшаяся. Она вообще трещала уже изначально. Отвратительно звучала. Но благодаря технологии можно убрать вот этот шип, убрать трески, которые на пленке возникают от того, что она лежит, она вот просто лежит, и в ней статическое напряжение возникает. И когда ты это все убираешь, оказывается, что там вроде даже ничего так все звучит. Если у Панова в основном репетировали, то у Федя записывались. В студии была собрана буквально на живую нитку. Радиола вместо барабанной установки и гитары, выпиленные лобзиком из фанеры. Вот он, настоящий диайвай. Современным панкам даже не снилось. Моя студия. Вот этот магнитофон мне купила мама. Вот, смотри. Вот это вот основной микрофон моей студии был. И на нем, не знаю, только остановки объявлять в трамвае. Сейчас он живет за городом вместе с женой Аникой, она художник, и собакой Микой. Работает из дома. Федя сочиняет музыку для сериалов и фильмов. И все реже бывает в Питере. Но если позовут, выступить на дне рождения Андрея Пановой или в каком-то маленьком клубе никогда не отказывается. Потому что панк это не приходящий праздник непослушания. Сказано ведь, будьте как дети. Сидит человек такой и рассказывает про международные новости и между делом говорит, что вот в Лондоне появилась такая новая мода. Причем панки даже не назывались панками. Это называлось шпанарок. И названия групп переводились на русский язык. Там душители, мертвые мальчики. Еще какая-то вонючая игрушка. Эти названия. Они причем по-русски звучали еще круче, чем по-английски. То есть они хотели типа отвратить нас от этого. на самом деле приманивать. Название Фединой группы «Отдел самоискоренения» стало самоизбывающимся пророчеством. Это сейчас стало понятно, когда он похоронил всех своих друзей. А тогда они верили в футуристическую утопию. Я увлекался вот этим футуризмом. Почитывал манифесты, которые ребята писали в начале века о том, что надо разрушить старый мир, на его руинах построить новый. И вот эта идея самоискоренения, она вот с этим была напрямую связана. Следующая остановка – Грузина. Мне казалось, что да, это общество, оно должно просто со мной скрениться, спиться, умереть, затереться, не знаю. Только ты не спился и не... Слушай, да, потому что... Потому что... Потому что я до сих пор хочу увидеть, во что это все превратится. Интересно, почему это хочется. Осыпать тысячелистник избыточных слов. Вместо них – без языки плакат, как в окнах роста Маяковского. На злобу дня. Ирокезы, татуировки, ипотаж – это ведь не что иное, как способ говорить с обществом. Ничего при этом не говоря. Детская пантомима. Ай-яй-яй, футуристическая фига. Авангардный театр, в котором Рикошет был бы режиссером, Федя – сценографом, а Свин и Алекс – актерами, остался утопией, мечтой идеалистов. Остальные люди из этой тусовки оказались более заземленными. Некоторые вообще просто исчезли, пропали. Есть такие люди, которые сейчас управляют большими компаниями, есть такие люди, которые управляют частными охранными предприятиями. Два барабанщика автоматических удовлетворителей не любят вспоминать свою молодость. Время уже не то. Этот факт биографии может стоить им карьеры. Бывшая жена Федя, Юлия Лаврова, работает на государственном телевидении, а Олег Валинский стал вице-президентом РЖД. МОТОР У нас в 6 должен быть мотор, а мы приехать в 5, в 5.30. Ну, так они же не должны быть моими уже проблемами. Вы что, я день-то распределяю не просто так. После тренировки, съемки в фильме, вечером репетиция с группой. Для тех, кто не выкинул телевизор, а таких пока большинство, Саша Ильин известный актер и звезда ситкомов. А для скромной панк-тусовки солист группы План Ломоносова. Очень много людей пытались мне, значит, доказать, что как это рекламировать. Ну, то есть не то, что там вот так вот, видишь, группа План Ломоносов, вот музыканты и так далее. Они предлагают, вот артист Ильин, попса, короче, нахуй это кому надо, понимаешь? Ну, тем более, если у тебя музыка, блядь, на вот таких чуваков рассчитана, они, блядь, даже не прочитают такое объявление. Какой там в пизду артист Ильин, у тебя либо музыка это прет, либо нет. Это в 90-е панки пироманили, маниакально выжигая себя дотла. Ильин застал еще это время. Сейчас все по-другому. Хочешь изменений – начни меняться сам. Либо ты сжешь свечку с двух сторон, откидываешься в 27 лет, как правило. Либо, ну, как... То есть мы когда только собрались, мы все квасили за все дела. И я думаю, блядь, это невыносимо на самом деле. Это по-отрезвому-то очень энергозатрачивающая тема. Более того, ты нихуя не помнишь. Ну, то есть ты прошел концерт, да ты, блядь, не помнишь. Мотор! Идет. Камера! И... В этом фильме Ильин играет тяжелопиющего отца, которого лишают родительских прав. Играет на опыте. Сам он давно воздерживается. Ювенальная юстиция, инспектор Киров Григорий Леонидович. Папа говорит мне, что у нас все хорошо. Понятно. Под 30 мне было, и у меня пошли какие-то, ну, заморочки. Знаешь, как будто ты идешь вот по жизни, как будто по рушащемуся мосту. То есть все, к чему ты привык, опять, оно все равно исчезнет. Это тоже момент, который ты просто должен преодолеться. Ну, иначе это тебя как-то сломает. А как только ты начинаешь, типа, вот, это говно, то говно, все вокруг мудаки, сразу где начинают, это хуйня, и вообще просто беспросветно. И это только сгущается, и сгущается, и сгущается. И он думает, да что ж такое, блядь, ебаный, все в тебе, короче, вся, вся у меня в тебе. Андеграундное искусство, акционизм, предполагает возгонку, что каждая следующая акция должна стать радикальнее предыдущей. В конце 90-х панк уперся в потолок. Превзойти предшественников, которые в угаре совершали стейдж-дайвинг прямо в могилы, уже вряд ли получится. Это как затягивание болта, короче. То есть мы раньше жили в таком, ну, в строгаче, даже если ты, там, группа «Машина времени», да, то ты все равно производишь эффект просто какого-то беспредельщика, жесткого. Сейчас ты на это смотришь, ну, что может быть милее, да? И чтобы вот такой же эффект произвести, ребята себе, значит, украшивают лицо, ну, значит, содержание текстов такое, что у тебя заворачиваются уши в трубку, там, и так далее. Вот. Чем жестче, тем лучше. Гайку нельзя крутить бесконечно. Где-то резьба сорвется, и все. Целых два года музыканты группы «План» Ломоносова перекладывали на музыку поэму Маяковского «Облако в штанах». В этой поэме, значит, эти четыре, там, я отвергаю вашу поэзию, я отвергаю, значит, вашу религию, я эту систему, значит, и все это. Первый панк – это Ломоносов. Маяковский второй. Почему Ломоносов въезд? Он из тех краев, понимаешь, там, где не было крепостного права. У него вдутренняя просто, внутренний стержень, он антисистемный чувак, своевольный. Помните, погибла победа, когда нас трасили безуми? То, что панке, дает нам возможность, в принципе, не морочить себе голову по поводу того, чего мы играем. Панк для меня, все, если идет движение так, значит, он обязательно сделает эдак, понимаешь? Это, ну, все время, посмотри вообще, что он с формой стихов сделал, понимаешь? Из равномерных, значит, полумедитативных стихотворений он сделал вот это вот, из чего потом рэп, по-моему, пошел, понимаешь? Тра-та-та. Поэзия Маяковского стилистически близка не только современному рэпу, но и диатрибам. Это такой жанр античной литературы, который вырос из проповеди кинников. Дерзкая полемичность, задиристость, смешение высокого и низкого. Ну, вы поняли. Короче, это панк-рок, собачья поэзия. Че ты, пёсик, хочешь кушать еще? Пять часов от белорусско-украинской границы, и вот группа порнофильма во Львове. Зона чулувика. Кава вон, арома. Арома-кава. Все, мы приехали, Серега, вот гостиница. В гостинице музыкантов встречают фанаты. Экскурсия по ночному городу, ужин в кафе и перевод на украинский песни «Нищая страна». Она актуальна по обе стороны поребрика. Головное. Головное на нас. Заработать. Украина – это страна? Да. А Украина – это, получается, у-страна? Нет, Серега, все совсем не так. А нищая? Страна у. Бидно. Бидно? У нас шоу такое есть. А, страна беднотычек. Ну, а как, ну, Украина – это страна? Первый раз, когда группа приезжала не то чтобы в Украину, а первый раз, когда попала на фестиваль. И часть людей свой негатив показывала исключительно к тому, что группа из России. Но уже потом люди слушали на фестивалях все больше и больше, и как-то сейчас уже никакого негатива нет. Во всех городах украинских, куда мы приезжаем с концертами вот за последние несколько месяцев, везде все билеты раскупаны, солд-ауты, чего даже у нас там в России нет. Как будто бы даже чуть более мы востребовали, чем там. Полигон, заплеванный кровью, и кирзовый сапог Родины сдавливает грудь. Это было в раннем творчестве. В последнем альбоме, который так и называется, «Между отчаянием и надеждой», Володя находит силы встать и отряхнуться от летовского фатализма. Подходите, садитесь. И вот был один парень из набережных Челнов. Ему очень нравилось наше творчество. И вот в какой-то момент он покончил жизнь самоубийством, прыгнул с крыши. И у него была любимая песня из нашего творчества, которая называлась «Одиночество». Может, завтра все пройдет, я проснусь и выпью горький чай, и выпрыгну в окно, и добрый дворник уберет асфальт. И потом у меня был разговор с его мамой. Я до сих пор, на самом деле, испытываю свою вину, хотя его мама мне говорила, что нашей вины здесь абсолютно нет никакой. Она сказала в конце нашего разговора, что к вам прислушиваются подростки, и вы, оказывается, на них влияние все равно довольно сильное. Может быть, и сами этого не осознаете. Володя часто думает о том, что в его жизни такого человека не оказалось, который мог бы ему вовремя все объяснить. Когда я осознал свою ответственность перед огромной аудиторией, которая появилась внезапно в нашей группе, я понял, что все, что мы вложим им в голову через наши песни, в конечном счете, на них повлияет. Эта молодежь, она будет в этой стране жить, и она будет эту страну либо развивать, либо ломать, доламывать. И ракезы вот это все показное, это не панк. Это просто игра, в которую люди заигрались. Вот тут. Так, как тебя зовут? Эээ, Олана. Давай по буквам. О. Л. Э. Все, побачимся на концерте. Все, увидимся. История с мальчиком из набережных Челнов так потрясла Володю, что он написал песню «Приезжай». Она о пацанах из маленьких и не очень городов, которые думают и чувствуют не как все, а таких же, как этот мальчик, а таких же, как Володя. Дмитрий Спирин и его группа «Тараканы» — это уже вторая волна русского панка. Она более прозападная. Именно через него осуществилась эта преемственность поколений. от автоматических удовлетворителей, с которыми он выступал, до порнофильмов, с которыми дружит. Были, грубо говоря, два удаленных сильно друг от друга полюса. Там московская тусовка, которая была прозападная, значит, гражданская оборона, и уж тем более сектор газа, которые были там, сермяжные, сибирские, колхозные. АУ стояли ровно посередке. В этом смысле, конечно, успех группы «Порнофильмы», он вполне объясним. У Володи и у его парней не было в голове этих стереотипов никогда. Они любили и то, и другое. Взяли лучше от одного, взяли лучше от другое. Можно играть роль, но нельзя играть с ролью. Маска приросла к лицу несостоявшегося актера Панова. А карнавальная маска, она ведь всех уравнивает, и слугу, и благородного дожа. В определенный момент сказал, что мы никакие не панки на самом деле, потому что это не так, что вот как раз мы из благополучных семей, а панки – это на самом деле настоящие, это другие люди. На вопрос, какие, он сказал, сейчас покажу. Ну и пошел, вот здесь вот он где-то познакомился. Вот я помню, первый раз я их увидел где-то, кстати, в детском саду в этом. Там были такие конкретные, такие гопники. Вот он уже идеологию подводил такую, что нужно вот от них черпать, что они вот настоящие такие, а мы нет. Панк стал для него церковью, в учение которой он поверил с пылкостью Неофита. А его, воспевающего секс-пистолс и Англию последователями, стали законченные пьяницы, отверженные и никому не нужные, ни черту, ни богу. Свин, да, он, между прочим, не просто панкеру говорил о том, что вы не панки там, а вы панки, надо с пролетариатом быть. У меня была тоже такая тенденция. Я тоже считал, что мы не должны общаться друг с другом, мы должны как бы, если... Ну, это моя чисто вот тема, то, что я хотел все-таки как-то всколыхнуть сознание. И, ну, нас учили в школе, что колыхать сознание нужно рабочему классу в первую очередь. У Андрея это была игра в этот анархизм, связанный с какими-то крестьянскими такими вещами. Вот так выглядела игра в народный анархизм. 89-й год, типичный советский ДК. Занавески с оборками в углу пианино, растяжки славок АПСС и дежурищий наряд милиции. И тут же сквозь одну реальность прорывается другая. Черный стяг воли или смерть, липкий от портвейна пол и густой табачный дым выел глаза. А после концерта Панов, сидя на ступеньках, споет песню «Атаман». Эти строки написали в панк-тусовке. Это была шутка, стилизация под белогвардейскую песню. Никто тогда и подумать не мог, что спустя 30 лет ее будет петь кубанский казачий хор на концертах ко дню МВД. Не умытые мыло мальчики из хороших семей, а черные от копоти безвременно постаревшие бродяги, дельцы, пройдохи, без прошлого и будущего. Весь средневековый балаган Франсуа Виона вдруг оказался в этой квартире. Я помню, он кого-то оставил тут ночевать, двоих, которых я вообще мало знала. Я тогда вот с сепорта перестала ему что-то указывать, когда я ему сказала, что Андрей, не надо их оставлять, то вроде они грязные там все. Помните, я говорю, и ты с ними спешишь. Он говорит, я могу не спать. Раз, вышел. Эти остались. Я туда-сюда, туда-сюда пошла его искать. А он в подвал ушел и спал в подвале. Ну, я его, конечно, разбудила, там крысы бегали страшно. Вот, привела его обратно. Говорю, ладно, пускай спятся. И с тех пор я уже ему ничего не указывала. Больше всего в жизни он ценил преданность. Может быть, поэтому, кроме пьяниц в теплотрасс, он подбирал и приводил домой собак. Какая увяжется за ним, та и его. Поживет с ним несколько дней, недель, месяцев, а потом снова потеряется во время прогулки. Когда он хотел одно время поступить, работать, вот, ухаживать за животными, знаете, вот, бездомный, бездомный. Да. Я очень боялась. Я думаю, ну, все, тогда это вся квартира у меня будет в собаках. Так как уже было видно, что он выпивает. Они, хороший парень, ну, как бы, тебя не возьмем. Наверное, неспроста первый русский панк вышел из интеллигенции. Саморазрушение, заигрывание со смертью. Панк взял за основу и довел до логического завершения. Все мортальные идеи, свойственные декадансу. Русская интеллигенция рубежа веков тоже любила вглядываться в бездну. Так же мы сидели у окна, а я, ну, уже весна же была. А я говорю, ну, вот я говорю, видишь, верба цветет. Я говорю, вот такая примета, что когда цветет верба, тогда наступает еще, еще холода наступает на какое-то время. А вот так посмотрел в окно, подумал и вешал в свою комнату. А потом, буквально там, минут через сорок вышел и говорит, мам, послушай эту песню. Умереть в морозную погоду И когда на крышах таял снег Умереть в морозную погоду Умереть, так взять, не умереть Садик лежит на крышах В лужах мерзнет олёт Голубая примета Верба расцветет Умереть, вокруг себя танцуя Умереть, плюя на пистолет Да, у нас не растут высокие пальмы калифорнийского панк-рока Слишком холодно И солнце, гребаный фонарь У нас своя неказистая верба Кому пальма, а кому верба Ему-то какая разница Сколько хожу сюда уже Около скоро 20 лет Никогда не видела ни одной собаки Иначе бы я что-нибудь захватила Поесть-то дать А, видимо, Андрей прислал Коль кино снимаешь о нём То, чтобы ты показал его любимое животное Собак обожал Странно Странно 20 лет неко Никого не видел Ни одной собаки Никогда даже не близко Нигде вообще на территории Все интересно Так вот И когда моё количество лет Выпляшет до конца Миллионам крови на кусте Лится след К дому моего отца Вылезу грязный от ночёвок В канавах Стану бок о бок Наклонюсь и скажу ему на ухо Послушайте, господин бог Субтитры подогнал «Симон» Игорь Негода